Здравствуйте! В студии программа «Наблюдатель» Фёкл Толстая. И сегодня речь у нас пойдёт о джазе. Ну, во-первых, поводом для нашего разговора послужило то, что в конце февраля пройдёт 15-й юбилейный международный фестиваль «Триумф джаза». Он пройдёт в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, а кроме того, вообще, мне кажется, что пригласив таких чудесных гостей, не грех поговорить о том, что вообще происходит сейчас в джазе, потому что в прошлом году телеканал «Культура» уделил очень много времени прекрасному джазу. Напомню, что был конкурс «Большой джаз», но и как-то уже мы скучаем без джаза на канале «Культура». Представляю вам Игоря Бутмана, саксофониста. Здравствуйте, Игорь. Продюсера и основателя фестиваля «Триумф джаза», с которого я начала программу сегодняшнюю, а также Вадима Иллинкрига, трубача и ведущего программы «Большой джаз», который я тоже уже упомянула. А кроме того, Вадим ещё связан с Игорем тем, что вы с 99-го года работаете в биг-бенде Бутмана. Мы дружим с 99-го года. Вы дружите с 99-го года. И Дмитрий Мосьпин. Здравствуйте, Дмитрий, саксофонист, композитор и аранжировщик. Меня больше всего поразило, когда я читала о вас, что вы тоже с 99-го года знакомы и работаете с Игорем Бутманом. Я, наверное, вы не обидитесь, поскольку вы не дамы, и можно назвать ваш возраст, что вам было 16 лет, когда вы начали сотрудничать. Это, конечно, я думаю, а я что делала в 16 лет? Ничего полезного. Надо ещё добавить, что Дмитрий Мосьпин также победитель проекта «Большой джаз» на канале «Культура». Так что вот это троица... Дважды победитель. То, что проект повторяли, значит, он дважды победитель. Точно. А если вы посмотрели это в записи, то будет трижды. Так что эта троица очень-очень давно работает и, надеюсь, расскажет сегодня о джазе. Всё, что вы не столько думаете, но, может быть, чувствуете об этом прекрасном искусстве. Первое, что я хочу спросить, это о предстоящем фестивале у его организатора и главного продюсера. Какие будут звёзды, какие ожидания, чем нынешний триумф джаза будет отличаться от предшествующих? Ну, в первую очередь, в рамках триумфа джаза будет проходить ещё и детский джазовый фестиваль при поддержке правительства Москвы. Мы можем ещё провести маленький, то есть, мини-триумф или триумф совсем юный. Или триумфик джаза. Триумфик джазика. Простите меня, при всём уважении. Ничего страшного, мы же все должны понимать, что это не будет. Детишкам, которые будут принимать участие. Мы смотрим, мы сейчас как раз ведём большой отбор, идут и конкурсы, идут и отборы, поэтому от самых маленьких, я думаю, ограничения мы сделаем, вот как раз Дмитриевым возрастом, 16, потому что Дима действительно уже в 14 лет уже снискал себе, так сказать, славу среди джазовых музыкантов Москвы, что вот 14-летний парень из Лугограда играет на саксофоне очень здорово и в традициях великого Джона Калтрейна, поэтому мы как раз и в поисках таких молодых музыкантов типа Дмитрия Мостова, чтобы тоже дать им такую большую дорогу, найти их. Это будет главное отличие. Всё остальное будет замечательно, несколько концертов будут в Доме музыки, будут концерты в нашем клубе. Мы привезём фестивали в, так сказать, Санкт-Петербург, который пройдёт в ДК имени Горького. И по традиции мы сделаем несколько концертов в джазовой филармонии Давида Глащёкина. Будут выступать музыканты. Кто из звёзд? Из звёзд мы пригласили трубача Терренса Бленшерда, которого такая, ну не такая, конечно, прекрасная трубача. Трубача такая же. А, ну вот точно, но я не хотел. Я знаю, что он обладатель... Но всё равно лучше у Вадика Турбан, но приезжает Терренс Бленшерд со своей группой. Да, я знаю, что он обладатель Грэмми и автор музыки к фильмам Спайка Ли, и ещё для кино он много писал. Да, известный композитор, известный этот трубач. Очень приятно, что он посетит нашу страну впервые. И группа Yellow Jackets. Известная группа, одна из начинаателей стиля фьюжн, стиля джаз-рок и замечательным шаксофонистом, каким? Боб Минца. Прекрасный выбор. Да, да, да. Так что в этом году мы пригласили две таких очень мощные группы. Но Yellow Jackets уже приезжали в Россию и выступали у нас в клубе, в лек-клубе ещё несколько лет назад. Не впервые они будут. Но это очень интересная группа, они впервые выступят на фестивале. Мы также ожидаем выступления наших замечательного молодого пианиста Евгения Лебедева и Антона Ревнюка. У них есть проект, они будут выступать трио со струнами. Они только что записали пластинку, которую мы, надеюсь, к этому моменту выпустим. А также будет выступать мой брат со своим замечательным трио, которое включает Наталью Смирнову, пианистку. И замечательная солистка группы Хербихенко, Лиза Хенри. Замечательная певица, с которой мы тоже, в общем-то, выступали несколько раз и пару раз даже на международных днях джаза во Франции, в Стамбуле. Так что это такой достаточно мощный состав. Будет София Рубина из Эстонии выступать с проектом Николая Моисеенко, соединяем, так сказать, российских музыкантов с зарубежными интересными коллегами и интересными музыкантами. Так что получится прекрасный фестиваль. Очень эффектная программа. А я хотела вот толкнуться от того, что сказали про детскую программу и спросить у наших гостей, как вы к этому относитесь. Потому что у меня из недавних впечатлений, когда на канале «Культура» был конкурс «Щелкунчик», и молодые классические музыканты, то есть это не молодые, а просто дети выступали. И вот в жюри был знаменитый Давид Голощокин, который тоже был представителем жюри большого джаза. И когда я спросила его, что видит ли он какие-то задатки будущих джазовых исполнителей в этих малышках в 10-12 лет, он сказал, нет, 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 но это очень рано, это вообще не детское дело, и это, может быть, когда-нибудь они дорастут. И вообще есть все-таки такое представление, что джаз это гораздо более взрослая история, да, музыка для богатых, но и для взрослых тоже. Пусть Дима ответит, что он вундеркинд был. Сейчас он просто гений, а был вундеркинд, поэтому пусть он отвечает. Насколько я себя помню в том возрасте, и сейчас уже по прошествии времени я могу сказать, что я с большим трепетом отношусь к таким детям, таким деткам, которые не только стремятся играть в джаз, а которые хотят еще действительно дорасти и вырасти, превратиться в настоящих музыкантов джазовых. Ну, как можно понимать джаз, когда тебе 12? Ну, мне кажется, в первую очередь можно понимать джаз с точки зрения энергетики, потому что это колоссальная, колоссальная мощная сила в этом жанре присутствует. И также все-таки есть, дело в том, что есть разный джаз, не только интеллектуальный, а есть еще и развлекательный жанр, который детям тоже очень близок в их, собственно, в таком возрасте. Что вы играли в 12 лет? Какие произведения? Ну, дело в том, что мне повезло. Я очень благодарен своему родственнику Денису Швытову, блестящему музыканту, саксофонисту, также солировал в оркестре Олега Лунстрэма и Игоря Бутмана. Он ли вы? Вы тоже успели с Лунстрэмом поработать? Да, я делал в том, что тоже. Он Лунстрэм играл до меня в 14 лет. Правда? Да, абсолютно, серьезно, но я не шучу. Невероятно. Да, вот, собственно, мне так повезло, я попал сразу в нужную такую джазовую среду, то есть максимально нужную для меня в тот момент, и, конечно, много мастеров, много учителей, то есть я встретил на своем пути, и у всех, конечно, что-то лучшее в тот момент подчеркнул для себя. Но что касается музыки, на самом деле я слушал уже достаточно серьезный джаз интеллектуальный, это и Чарли Паркер, это и Джон Колтрейн, и очень много современных музыкантов, таких как Майк Брейкер, Брэнфорд, Уэнтон, Марсалис, собственно. Уж раз мы заговорили о музыке, и перед вами лежат инструменты, можно ли мне, прежде чем я к Вадиму перейду с разговорами, попросить вас что-то сыграть? Вот, например, из развлекательного джаза, доступного для детей. Я не знаю, какая у вас сегодня концертная программа продумана для нашей студии. У нас она вообще не продумана. Ну, тем лучше. Музыка. 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 Браво! Великолепно! Что это было? Это была композиция нашего уже сейчас тоже друга. Его зовут Харлд Батист. И я с ним познакомился в прошлом году, когда приезжал в Новый Орлеан после победы на Большом джазе. То есть это и был ваш приз? Да, это был приз. И вот оттуда я привез несколько орлеанских композиций, которые мы сейчас с успехом исполняем. Слушайте, ну про Новый Орлеан тоже хочется вас расспросить. Но сейчас пока обращусь к Вадиму. Вы же тоже участник фестиваля «Триумф джаза». И в прошлом году, по-моему, вы были в программе фестиваля. Позапрошлым, по-моему. Позапрошлым, да. И Дмитрий тоже. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, как публика московская, насколько с течением времени она становится более восприимчива, и больше любителей джаза появляется, и ширится эта аудитория джазовая или нет? Как сегодня эта аудитория джаза? Во-первых, я хочу сказать, что это мое субъективное. Кто-то может обидеться. Мы только его и спрашиваем. Это мой самый любимый российский джазовый фестиваль. Совсем не потому, что я на нем выступал, а потому что те артисты, которых я услышал на нем, это просто суперзвезды, это боги. Я слышал Рэнди Брэкера, я слышал Джо Лавана. Приезжал человек, которого я услышал на этом фестивале, мы с Игорем его услышали, и Вирджил Донати, и когда мы его услышали, я понял, я мечтаю, чтобы он записался на мои пластинки. И как раз ко мне приходит Игорь и говорит, слушай, а что если он твои пластинки? Дело в том, что Игорь, он продюсирует мои пластинки, не только фестиваль джаза. И вот Игорь ко мне подходит, давай, говорит, запишем его на твои пластинки. А я слушаю, он просто, ну он бог просто. Как раз был трюм джазом. Он как был трюм джазом? А? Барабайщик. Барабайщик. Барабайщик, да. Барабайщик, да. И поэтому это действительно мой самый любимый фестиваль, потому что каждый раз приезжают просто люди, которых я даже не ожидал, что они вот когда-то, когда-нибудь приедут в Россию. Во-вторых, публика, да, ну люди уже ждут. Туда, мне кажется, мало приходит случайных людей. Приходят люди уже подготовлены, люди уже ждут именно этот фестиваль, потому что они понимают, что это бренд, что это марка, что это действительно очень здорово. И потом фестиваль, он проходит, как правило, несколько дней. Значит, два дня, по-моему, три дня, по-моему, ни разу не было, два дня всегда. Два дня – это какая-то очень большая концертная площадка. И несколько дней он проходит еще камерно в джаз-клубе Игоря. И тут есть очень… Это совершенно другая история. Это совершенно другая история. И если ты любишь этого артиста, имеет смысл пойти и туда, и туда, потому что концерт в Большом Зале по какой-то энергии, по восприятию, по какой-то, ну, вот почему-то, ну, магическому, может быть, он иногда может… Ну, они отличаются. Они отличаются. Игорь, скажите, пожалуйста, для вас, как для музыканта, чем отличаются выступления в Большом Зале и, например, в клубе? Как вы себя по-разному настраиваете или вы выбираете разный репертуар? Есть ли здесь правила или каждый музыкант джазовый по-своему к этим двум аудиториям подходит? Ну, в общем, в клубе более, конечно, ты расслаблен. Потому что те, кто приходит в клуб, вся публика имеет возможность заказать какую-то еду и, так сказать, выпивку, и сидеть. И они в более таком неформальном находятся состоянии. И, значит, музыка какая? И, значит, музыка… Нет, музыка может быть та же самая. Просто если… Вот я не очень люблю на сцене, в консерватории, в Большом Зале Чайковского или в любом Большом Зале выходить даже с водой. Многие музыканты выходят с собой как атрибут с водой. Они могут воду попить прямо на сцене. Мне как-то это вот… Ну, иногда действительно бывает хочется попить. Вот человек хочет даже уйти за сцену, попить, там вернуться. То есть, чтобы сцена такая… Вот в Большом Зале для меня более такое место сакральное, да? То есть, при всем том, что ты ответственный перед публикой, перед собой, перед музыкой, все-таки более расслабленная атмосфера в зале. Потому что, ну, ты видишь, люди не только, они же могут сидеть. Некоторые даже могут, надо даже разговаривать с консерваторией. Никто не позволит себе кушать там, даже если очень голодный. Потому что это уже совсем другое. Но в этом есть особая прелесть. Соответственно, и музыка такая же. И где лучше… Ну, мне, конечно, больше нравится в зале, потому что ты сам больше концентрируешься. А здесь ты более расслабленный. Иногда даже по результатам сложно сказать, где лучше. А у вас как, Дмитрий? Ну, мне здесь сложно что-то добавить или возразить, потому что я подвержен тем же ощущениям. Действительно, в клубе ты можешь более как-то откровенно что-то, какие-то вещи… Ведь много импровизации в джазе. Наверное, когда ты менее ответственная ситуация, ты можешь смелее пойти куда-то в какую-то импровизацию, нет? Да. Потом, конечно, от публики тоже зависит. Потому что, ну, все-таки в камерных залах и публика по-другому настроена и привыкла себя вести. Поэтому, мне кажется… И зал надо заполнить. Большой зал, он требует большого заполнения. Другой энергии. Да. Поэтому должен занять задний зритель, который пришел и сидит на балконе в консерватории или в зале Чайковского, или где угодно, до него должна дойти такая же энергия, как этот человек, который сидит в первом ряду. Поэтому ты должен это не громче для переграда, или для этого, а ты содержание, концентрация вот этой энергии, она должна просто дойти, как лазерный луч до всех. Но это не значит, что менее ответственно подходишь к клубному концерту. Это совершенно разные вещи. То есть и то, и то очень ответственно, и то, и то очень важно. И там, и там очень выкладываешься, в любом случае очень выкладываешься. И еще я хотел бы сказать насчет детей. Не надо создавать из, мне кажется, я очень люблю Дэя Семеновича, и он замечательный человек, и сам он был вундеркиндом. Но не надо создавать из джаза какой-то ореол, какого-то невероятного искусства. Любой ребенок может усвоить демпровизацию гораздо быстрее, чем взрослый дед, который доказывает, что такое демпровизация автокорта, куда он разрешается. Ребенок это у него как натуральный. Поэтому гимнастов получат с 4 лет, там этих скрипачей с 5. И также можно обучать импровизацию, джазу. Это есть формулы своей импровизации, так же, как и вариации пишут. Поэтому детей надо открывать. Нам нужны хорошие джазовые музыканты, которые потом выйдут не только на концертные площадки, играя в джазах, но и в эстрадных, и во всем. Это поднимет общий уровень развития детей. Потому что классика, она достаточно узка по направлению. И она дает музыкальность. Но она не дает тебе музыкальность, так сказать. Да иногда даже люди заканчивают музыкантную школу, и все, они бросают это, не хотят это видеть. Они песенку не могут сыграть, они не могут подобрать какую-то мелодию. Они вот как-то почему-то учатся, вот это проходит, и семилетку, и все. Для них больше ничего нет в музыке. Поэтому мы идем... А часть джазовой школы, вы считаете, что в нем эта музыкальность навсегда останется не в виде сухой схемы? Вот такой сухой схемы именно нет. Не имея ничего против академической, так сказать, образования, но вот как раз детишек мы тоже должны искать как щелкунчик. Мы должны музыкальных детей, не академических, искать. Давайте еще сделаем джазового щелкунчика. Натскрекер. Но чтобы не называть его вообще кончим. По-английски, да? По-английски. Я хотела сказать, что мне очень хочется и дальше продолжить задавать вопросы, но с другой стороны, опять же, глядя на инструменты, мне хочется, чтобы сегодня как можно больше прозвучало музыки. Можно ли... Что вам приходит после этой части нашего разговора? Что вам приходит в голову, что вам хочется сыграть? Хочется что-нибудь с импровизацией? Нам так хорошо с вами общаться, что играть не хочется вообще. А придешь? Ну, да. Потому что это не только для меня, а для наших зрителей. Все-таки, мне кажется, они будут рады. Есть композиция, я ее очень люблю. Ее написал Дмитрий Моспан. Она называется «Снежная босанова». И, мне кажется, она очень сейчас подходит по времени года, по настроению. Мы попробуем ее сыграть. Дмитрий Моспан. Дмитрий Моспан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отлично, спасибо. Несмотря на латиноамериканское такое название, басаново, я услышала в этом много чего-то русского. Мне кажется, что русский композитор... А вы знаете, мне вообще один раз, мне... Вернее, не один раз, мне просто как-то пришла мысль о том, что вот почему-то мелодизм русского человека, российского человека, он очень близок... Славянского. Славянской души, скажем. Да, славянской души, да. Он очень близок к латиноамериканскому мелодизму. Вот именно в Латинской Америке вот эти все вот душераздирающие какие-то песни, они, во-первых, они все строятся на секвенциях, ну, как и у нас. Ну, извините меня за это слово. Ну, в общем, поверьте, что... Я потом выучу, если просто программу посмотрю в интернете. Вот когда слушаешь именно не джазовую, я сейчас не про джазовую музыку говорю, а такой ближе к народной или эстрадной, они очень близки, они очень нам понятны, они нам очень доступны, поэтому мне кажется, что вот любая такая босанова мелодичная, она могла бы быть написана Дмитрием Мосьпиным в России, а если бы он жил бы в Латинской Америке, он бы там ее написал. Просто назвал бы ее не снежная, а там солнечная. Свобода бы не уехала. Хорошо, что не уехала. Она мог бы уехать и написать там. Там, да. Это точно нам повезло. Раз уж мы говорим так широко, используя весь земной шар, мне как раз о такой карте джазовой мировой хотелось бы поговорить. И как, например, американские музыканты, которые приезжают и часто выступают именно такими хедлайнерами в вашем фестивале, и вообще все-таки это американская музыка, правда, джаз, как они относятся к России? Какое Россия занимает место вот на этой большой джазовой карте? Ну, наша страна большая, поэтому на джазовой карте мы, на любой карте мы занимаем очень много места. Нет, ну все-таки, но есть же страны, где особое отношение к джазу. Вот вы вспоминали как-то, что когда-то вас назвали, кто-то оценивая ваш уровень, сказал, ок, крепкий польский... Крепкий польский уровень. Да, и вы тогда как-то вас это немножко обидело, вы еще начинающим более музыкантом, а потом вы поняли, что это комплимент, потому что польский джаз – это очень серьезный уровень. А как вот Россия? Вот кто вообще среди джазовых стран выделяется, кроме Соединенных Штатов, и где Россия в этой карте? Ну, во-первых, что касается... Почему я виделся? Я уже не был как бы таким не новичком, с одной стороны, когда меня назвал Андрей Кондаков, наш замечательный пианист, сказал, что мы, услышав мой квартет, сказал, что мы замечательный грань, такой крепкий польский уровень. Почему? Ну, он сам даже знает, почему он это сказал. То ли это у него вырвалось, то ли это, знаете, по Фрейду, аж оговорка. С одной стороны. С другой стороны, в 1987 году в Советский Союз приезжал такой гитарист Пэт Мэттени, или как по-английски он Пэт Мэттини. И он приезжал, выступал. Я его встречал в аэропорту, когда он прилетел, потому что я знал его творчество, знал его имя, видел его. Даже на редких видеомагнитофонах смотрел его концерт с Джонни Митчелл. И был под огромным впечатлением от его музыки. И он приехал, и я его уговорил сыграть джемсейшн в Ленинграде. Тогда я мог бы назвать в Ленинграде джемсейшн. И этот джемсейшн прошел в ДК Пищевиков, организовал джаз-клуб «Квадрат». И мы когда играли, после того, как мы отыграли этот джемсейшн, Пэт Мэттени был под огромным впечатлением от советских джазных музыкантов. И он об этом написал. И он написал об этом в нескольких журналах джазовых в Америке. Написал, что когда мы приехали в Советский Союз, что самое главное, что нас поразило, это уровень джазовых музыкантов Советского Союза. Особенно он отметил меня в этом исполнении. Но потом он сказал, что мы часто встречаемся с джазовыми музыкантами. Мы были в Польше до этого, буквально до приезда в Россию, в Советский Союз. И мы там выступали с музыкантами, играли джемсейшн. И уровень, говорит, там был очень слабый. Вот после этого, через много лет, через какое-то время, Андрей Кондаков говорит, что у меня крепкий польский уровень. И, конечно, это мне, я ничего не возмущался. Мы должны немножко похвалить польский джаз, чтобы не было ощущение, что относится к нему как к чему-то второсортному. Из истории Советского Союза в Польше, до сих пор проходит фестиваль, который называется «Джаз Джембери», на который приезжали американские звезды, которые никогда в Советский Союз не приезжали. Все-таки, как бы, курица не птица, а Болгария не за границей, но все-таки Польша была за границей. И туда, при всем том, что они были членами Совета экономической взаимопомощи, все равно к ним приезжали джазы-музыканты на джазы-фестивали. Там выступали очень крупные музыканты Европы и Америки. Поэтому уровень там был действительно достаточно высокий. И мы знали музыкантов. У нас даже пластинки были, и рок-группы там оттуда привезли. Чеслов Немин там, и еще какие-то музыкантов было много. Соответственно, когда приехала к нам на фестиваль польская певица Марина Йопик, вот тут я услышал прекрасных джазовых музыкантов, великолепное джазоисполнение. И тогда я сказал, действительно, вот сейчас я понимаю, что крепкий польский уровень, действительно высочайший уровень джаза. Поэтому в Польше замечательные джазы-музыканты, сейчас молодые, великолепные ребята. Значит, очень крепкий уровень настоящий у итальянского джаза. В Англии очень много замечательных, потрясающих джазовых музыкантов, которые и живут, и работают и в Англии, и в Штатах, и по всему миру ездят. Я думаю, что наше место в России на сегодняшний момент, благодаря таким музыкантам, как Дмитрий Мосман, Вадима Ленкрик, еще подрастающей молодежь, то наше место в топе, так сказать, мирового джаза. И я, в общем-то, с большим оптимизмом смотрю на перспективы нашего джаза, стать одним из самых, одним из влиятельнейших историй в этом жанре в мире. Благодаря молодежи, хотя... И благодаря вашей энергии это просто не может так не быть. Я хочу спросить у Дмитрия, вот когда вы приехали в Новый Орлеан, как к вам относились, и что для вас там было неожиданного и удивительного? Вы знаете, у меня самые лучшие эмоции были, потому что там настолько открытые люди мне повстречались. Собственно, многих я уже здесь с ними познакомился, с ними подружился. Потому что Новый Орлеанский оркестр под руководством Ирвина Мейфолда был как раз на большом джазе, да? Да-да-да. И, конечно, атмосфера чудесная. Мне вот Игорь Михайлович не даст соврать, то, что мы были год назад, уже это был мой второй приезд. Это уже мы ездили с оркестром по приглашению Белфиа Марсалиса с оркестром Игоря. И каждый приезд туда запоминается, вот как отдельное событие, как такой праздник джаза настоящий, потому что... А там какие-то другие действительно слушатели? Они как-то должны быть уже десятилетиями пропитаны джазом? Там родилось это искусство. Это искусство родилось в двух городах. В Новом Орлеане и в Одессе. Джаз. Я думал, сейчас скажешь, Чикаго, но в Одессе точно. Это совершенно точно. В Одессе. Это портовые города, где много многонациональных городов, где много музыки. Каждая нация добавляет свое. И афроамериканцы, и французские тунии же были там, и, как это называется, кварталы, где... Все это бурлило, вся эта музыка бурлила. И она продолжает бурлить. Там есть Бурбон-стрит, да? Прихожие, там идут, уличный оркестр играет. Причем играет Новорлянскую музыку. Нельзя сказать, что это чистый джаз. Это уже их, Новорлянская такая музыка. Великолепные музыканты, великолепный уровень на улице играть. Потом идешь по этой улице, там из зала идет блюз, там рок, там джаз. И тут друг кружки приехали. И мы выступали в одном из лучших джазовых клубов, маленький клуб «Снак Харбор». И Делфе Марсалис, один из тоже большой семьи Марсалисов, которая одна из самых влиятельных семей в джазе сейчас, на сегодняшний момент. Он нас пригласил, и два оркестра на маленькой сцене мы играем. Где-то мы читаем с листа, где-то мы импровизируем вместе, задаем темы. Во-первых, атмосфера потрясающая. Люди взяли, оценили российских, русских джазовых музыкантов. И был такой, как называется, батл, батл о биг-бэнд. Еще было два концерта, где мы как бы... Ну, сражение бендов. Два оркестра, русский, американцы, говорят, что они проиграли нам. Мы увидели их потенциал, потому что мы более отрепетированные, они более, так сказать, они очень сильные, у них очень сильные трубачи, очень сильная, трубная школа. На саксофонистов мы, конечно... Меня просто не спали, у меня тогда не было. Его не было. Вадик отказался ехать, у него были важные работы. Отказался, не надо меня смотреть. Ты не мог, у тебя была действительно хорошая концертная программа по другим странам. Скажите мне, пожалуйста, что важно вот в этом батле, в котором в этом конкретно вы не принимали участие, но какие нужны вообще качества? Покажи. Ну, вот я могу рассказать интересную историю. Игоря там не было, но это было именно... Если Игоря не было, это не может быть интересной. Не может быть хорошей, интересной историей, да. Нет, но там был, кстати, один из представителей компании «Бутман Мьюзик», правая рука Игоря Роман Христюк, значит, и мы, по-моему, с компанией РБК, мы ездили вот в Гонконг, и ко мне приходит Рома, а я, честно, я не очень люблю джемсейшены, ну вот я больше люблю слушать... Индивиализм? Нет, я могу сказать, я люблю либо играть в сольные концерты, либо слушать тех, кого я люблю. А вот соревноваться, ну, как-то я не очень люблю. Тут ко мне подходит Рома и говорит, слушай, ну, если ты не пойдешь, никуда не поиграешь, Игорь просто не поймет. Ни меня, ни тебя, надо пойти и вот играть. И за один вечер я играл в трех джазовых клубах в Гонконге. А ты, наверное, не знаешь даже эту историю. Может быть, знаешь... Я слышу, что ты играл в Гонконге. Я играл в трех джазовых клубах в Гонконге. Во-первых, у меня как-то немножко самооценка поднялась, потому что вот в трех клубах, где я играл, мне сразу предложили работу. Спасибо, что вы не остались в Гонконге. Мог бы. Нет, во-вторых, я понял, что я могу там остаться. Гонконгонские доллары. Да, Гонконгонские доллары сейчас. Крепо, крепо. Как никогда. Но там был один очень интересный момент. Захожу я в джазовый клуб, играют американские джазовые музыканты и играют, ну, немножечко, совсем расслабленно. То есть не то, что расслабленно не в хорошем смысле, а расслабленно в плохом смысле. То есть они немножко... Безответственная как-то веала. Немножко безответственная, потому что да. Да, потому что там не так много таких тонких и глубоких ценителей того, что происходит. Наверное, они уже давно там играют, у них, наверное, свой день, и они расслабились. И тут я выхожу к ним, я понимаю, что я должен, ну, должен... Показать им вообще. Показать, да. Я начинаю играть, и вот то, о чем мы говорим, это энергия, прежде всего, энергия. Я начинаю играть, меня начинают слушать. Окно открыто, потому что там жарко, люди начинают приходить, начинают заполняться публикой. И я смотрю, а ребята-то подтянулись. Ребята сразу уже стали, там, басист играет другую линию, барабанщик уже как с какой-то энергией начинает играть на барабанах. И у нас получился очень, ну, очень хороший, очень хороший концерт получился. Поэтому во время джема очень важно, конечно, ну, помимо, что ты должен выйти профессионалом, помимо того, что ты должен владеть языком, очень важно, с какой энергией ты выходишь. Ты должен, ну, это... Этому, кстати, я научился у Игоря. Игорь давит на публику. Почему еще он... Я, правда, не знаю, то ли так, то ли вот так, но я у него этому научился, потому что мало... Лучше сидеть на галерке, да? Мало разговаривать, мало рассказывать историю, мало выстраивать драматургию и тоже мало владеть языком. Надо еще сделать так, чтобы это все завораживало. А вот это, опять же, специфика русского человека. Мы любим эмоции. Мы не любим, когда нам какие-то общие, ну, какие-то очень даже интересные вещи рассказывают монотонно и без выражения. Нас это не трогает. Нам надо, чтобы вот нас взяли, нам надо, чтобы на нас давили. Вот. И этому как раз я научился у Игоря. Он... Я реально... Я их всех просто придавил, и они тоже стали соответствовать. Поэтому в джеме очень важно это. Важно... Человек... Это артист. Человек-артист, он должен выйти, он должен привлечь к себе внимание. Потому что, как правило, на джеме все играют здорово. Ну, кто-то может быть играть... Ну, как правило, если играют все здорово, то понравится тот, кто... Я правильно говорю, Игорь, или нет? Понравится тот, кто больше артист. А иногда даже, причем даже случается, может быть, даже и ты играл, может быть, чуть-чуть хуже, но ты больше отдал. Себя подал. Да. И это людей подкупает очень. Вообще, вы заметите, в искусстве людям нужны эмоции. Вообще в жизни. Эмоции – это вообще единственное, что ценного в этой жизни. Человек автомобиль себе покупает дорогой. Ради чего? Не чтобы ездить в дорогом автомобиле. Эмоции. Он получает, он платит за эмоции. А к искусству это относится прежде всего, искусство это дает нам эмоции. Совершенно блестящий монолог, после которого единственное, что можно, это попросить вас немножко проиллюстрировать то, что вы рассказывали. Можно какой-то диалог между трубой и саксофоном сейчас услышать? Конечно. Мы хотим, если ты не против, композиция, которая, она была для меня очень знаковой, потому что это была первая сольная композиция, которой Игорь в своем оркестре доверил мне играть. Называется она «Сессибон». Она очень подходит вообще ко всему, что мы здесь говорили, потому что она означает, ну, все будет хорошо. «Сессибон». «Сессибон» «Мир», «Они Шевцов» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 , СПОКО jako Lifty- СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»